а сегодня мы с вами должны говорить про производительность но у нас осталось не так много лекций моих напоминаю что я произведу там где около 8 должен был провести занятие потом меня сменит человек который будет вам рассказывать про настоящие базы которые называются сейчас носикл настоящий в кавычках да все поняли я же не могу так просто обидеть революционной базы вот у меня значит какие как как каков мой план до сейчас сейчас мы будем с вами разговаривать немножко про performance на следующем занятии мы поговорим про все что связано с инсертами замы очень долго говорили про селекта но ничего не сказали про инсерты а инсерты это всегда транзакции до уровне там изоляции как они достигаются что за этим стоит там дедлоки там не знаю в этом смысле ну и потом последнее занятие для меня она будет абсолютно прямолинейным и простым для вас возможно тяжелое я вам должен какую-то там поставить оценку да за то что вы здесь все присутствовали слушали меня поэтому я устрою каком-нибудь зачет каком-нибудь традиционном виде вы будете ко мне заходить вам буду вопросы задавать вы будете отвечать мне и получать оценку да и потом мы с вами прощаемся жмем руку или не жмете мне руку и так далее вот такая вот недолгая с вами у нас осталась история а сегодня про перформа значит да первая тема которую должны знать все независимо от того насколько вы плотно хотите работать с база да с базами данными это что такое индекс да поэтому сегодня мы будем говорить про самый обычный b3 это прям я не знаю это прям база база и вот как он устроен нужно представлять себе довольно четко и понятно попробуем сегодня про это говорить и на самом деле есть тонкости в каждой реализации всегда это зависит от того как то или иное subd физически хранит данные на дисках да как она работает с версиями поэтому мы будем в большей степени об этом немножко абстрактно говорить и всегда на это будут накладываться тонкости конкретной реализации потому что они прям очень сильно влияют хотя базовый принцип остаются одними тем же да так давайте вам очень покажу сегодня есть такие базовые понятия как кластерный индекс не кластерный и это не всегда для всех чтобы до существует но понимаете то что можно да это я когда-то давно давно готовил эти лекции я думал что котики презентациях они автоматически поднимают уровень презентации котик возможно и тогда об этом не знал еще то есть не всех не все тонкости я понял этого фэн-шуй понимаешь но я думал что если будут котики презентации это автоматически делает ее немного лучше отлично вообще ну то есть я знал что возможно большинство людей будут хотя бы как сказать кстати нейтрально к этому относиться но кого-то должно зацепить да поэтому у меня были коты это был давно это было не знаю когда уже лет пять назад наверное более конечно этот видишь и этот показывает что он как бы любит их так давайте с простой аналогии при при начнем что такое индексы вот берете вы книжку любую книгу открываете и вот страница то есть еще давайте если сказал слова страница обычно в базах данных все строчки которые хранятся они не хранятся как строки а еще некоторая больше большая структура хотя бы одна чаще всего называется страницы данных от страницы это какой-то объем чаще всего 8 килобайт на котором хранится вот строчки сколько вот влезло там строк столько и влезло на и потом другая страничка на ней хранятся тоже сколько строк столько влезло сделано это для того чтобы просто оптимизировать логические чтения до чтобы база данных когда читала не читает одну конкретную строчку оттуда она учитывает сразу страничку вук оттуда есть бывают еще более большие структуры над страницами но чаще всего хотя бы одна бы существует да вот поэтому если мы вернемся к моему примеру к этой книжке то если вы представите себе книгу любую да то вот если те странички которые находят то есть номера страниц в книжке да это позиция в которой находится эта страница да и они расположены именно в таком порядке грубо говоря страничка номер один находится на первой позиции до страничка номер два находится во второй позиции то есть они грубо говоря физически так у нас хранятся в нашей книге. Если мы, допустим, открываем сзади глоссарий, где есть предметный указатель, где у нас слова написаны или темы, и какое-то более интересное дерево, то вот это можно считать не кластерным индексом. Я так забегаю вперед. А кластерное — это то, как они хранятся физически. То есть, понятно это? Непонятно. Я слишком много понятий вел за раз. Смотрите, если вернуться к понятию кластерного индекса, то чаще всего под этим подразумевается то, что данные на диске хранятся именно в таком порядке, как в этом индексе. А не кластерный индекс, он может быть в другом порядке. Ладно, давайте это слишком сложно. Давайте так. Попробуем с примеров начать. Вот, допустим, у нас есть табличка «Людей». Да? И у них там есть колоночка «Человек». «Individual ID» какой-то. Примерно таким образом выглядит любой B3-индекс. Что такое B3? — Волшебное дерево. — Какое волшебное? — Волшебное. — Да, сбалансированное. Правильно. Что такое сбалансированное дерево? — Высота отличается на единицу. — Да, на максимальное различие высоты на единицу. Но это сбалансированное дерево. На самом деле, я читал когда-то какую-то книжку по алгоритмам, и там было написано, что B3 — это такой специальный вид деревьев, где не на единичку отличается высота, а на логарифм от высоты. Но я не буду на этом настаивать, но, в принципе, да. Важно, что высота у них не сильно отличается. Примерно так будет выглядеть наш индекс по людям, да. То есть, вот у нас есть рутовая табличка, рутовая страничка наша, да, вот там она вверху есть, всегда есть какой-то один рут, в котором будет грубо написано, грубо говоря, написано вот ID 1 и 57, да, и 1 налево, все, что больше 157 — направо. И в каждой страничке тоже там свои ключики. И есть это как бы средний уровень, все от второго там до последнего, и есть последний уровень, где сами данные хранятся уже, да, или какие-то еще, так как и какие-то другие там, вот. И вот понятно, что спускаясь по такому дереву, мы довольно быстро можем найти данные, касающиеся того или иного человека, да. За сколько, в принципе, найдем? За логарифм, круто. Так и есть. Ничего здесь хитрого нет. Что важно? Важно, что в принципе вот выполняем мы операцию поиска, да. Так, что у меня дальше? Над индексом, да. У нас есть два способа ее найти. Допустим, написали мы запрос вот такой. Как там написан? Да, только написали его... Что там, individual ID, да? Равняется трем. У нас как бы несколько способов как это сделать. Да, первый какой? Как выполнить вот такой запрос? Последовательно проходить все записи и проверять. Да. Как здесь написано, да? И такая операция называется скан. Н. Соответственно, ее сложность какова? Н. Н. Отлично. И второй способ? По дереву. По дереву. Такая операция чаще называется как? Кто-нибудь знает? Она чаще всего называется сик. То есть поиск. И это у нас логарифт. Вот так. Так. У меня есть картинка, наверное, даже на эту тему. Вот так она примерно работает, да? Мы спустились туда, ну там для двухсоток, а потом сюда. Так. Все. Теперь. Что нам важно? Да. Можно броситься опять вот сюда. Оп. То же самое, только с не кластерным индексом. Вот он. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Чаще всего он строится, это точно такой же индекс, но он не определяет физический порядок, как данные хранятся на диске, а строится немножко над ним, да? То есть как бы не все строки хранятся по individual ID, да? В этом случае это сортировка по компаниям. Но в конечном итоге он имеет ссылку на вот тот кластерный, да? То есть он вот здесь вот. Трун-трун-трун-трун штучки, они вот ссылаются вот сюда. Это в SUBD, у которых есть вообще в принципе понятие кластерных индексов. Это не всегда так. Часто есть только понятия индекса, и они считаются не кластерными. И они тогда именно так и работают, что у вас есть некоторое дерево, которое в корнях на последнем уровне имеет ссылку куда-то. Если это кластерный индекс, то кластерный индекс. Либо какая-нибудь там у него row ID, которая показывает, где же там реально данные хранятся. В чем на самом деле интересная ситуация заключается? Какой из этих вот алгоритмов быстрее работает? В зависимости от размера таблички. В зависимости в нашем случае от N, да? Мы должны либо сделать SCAN, либо SIG. То есть иногда нам важно просто... Мы можем забрутфорсить и перебрать все данные, и это будет быстрее работать, нежели чем по дереву спускаться. Ну, простейший пример. Допустим, если у нас чаще всего там для таблиц, даже для больших, у нас будет три уровня в нашем вот в этом не кластерном индексе. Примерно такого же, да? Если там просто какие-то инты хранятся. То есть для того, чтобы вытащить данные, допустим, для человечка, нам нужно сделать, прочитать одну страничку, вторую, спуститься на третий уровень и прочитать страничку. Ну, то есть прочитать четыре страницы, на самом деле, с диска. Если таблицка у нас... Причем, какие это чтения? Они принципиально другие, нежели при скане, да? Когда при скане мы читаем табличку, да, мы вот читаем их в том же порядке, в котором они хранятся. То есть просто берем, вставим как бы головку жесткого диска вот сюда и начинаем просто жестко-жестко перебирать до конца. И заканчиваем там тогда, когда нашли. Да, то есть там... Если страница... Ну, если их там меньше восьми страничек, то, скорее всего, мы будем часть быстрее находить. А в случае с СИКа это работает не так, да? То есть мы сначала находим одну страничку, потом как бы жесткий диск опять крутится головку, прыгает в другое место, находишь другую страничку. Такой рандомный поиск, да, происходит. Если у вас жесткий диск не SSD, грубо говоря, а обычный старый там, даже если RAID какой-то, то там, то эта операция дорогая. Рандомное чтение, оно дорогое. А последовательное чтение, оно как бы довольно быстрое. Поэтому это тоже СУБД должна принимать в расчет, когда она понимает, а что же, как же и выполнить этот запрос, да? Либо отсканить, либо сделать СИК. Ну, чаще всего, конечно же, делается СИК, потому что объемы какие-то более-менее нормальные. Но, в принципе, это такой выбор, который должна сделать СУБД. Что бы я хотел, чтобы мы из этого такого маленького, как сказать, это ликбеза про индексы поняли, да? Что индексы — это деревья. В принципе, поиск по дереву — это логарифм, вы знаете. Мы можем просмотреть нижний уровень дерева — это скан и это n. Никакой из этих алгоритмов не быстрее, а в разных ситуациях как раз СУБД должна решать, какой из них быстрее. Важное понятие в индексах — это так называемый покрывающий индекс. Да, то есть это вот это вот… Что такое покрывающий индекс? Ты не знаешь? Все поля, которые у нас используются в запросе, можно, ну ладно, открываются индексом, в котором мы используем. То есть там условия V, select — все это есть в индексе. Да. Как бы это значит, что на самом деле ваш индекс покрывает запрос. Да, то есть он наиболее эффективно может выполнить этот запрос. Но давайте поиграем в простую игру. Да, вот… Ну, допустим, здесь будет всегда написано individual. Какой индекс для этого является покрывающим? Громче. Давайте. Индивидуал ID просто. Так, хорошо, индивидуал ID, все правильно. Потому что мы его вытаскиваем, да? И нормально работаем. Если я напишу вот так. Ну, компания написал. Ну, у человека есть компания, в которой он работает, да. Важно на индивидуал ID и на компания. Порядок теперь важен. Понятно. А сначала компания, когда мы что-то… Громче, Саша. Ну, сначала… Ну, сначала… Громче, Саша. Отлично, да? Это понятно всем, да? Что сначала нам нужно, грубо говоря, профильтровать по компаниям. А потом, в принципе, в индексе… Ну, чтобы была individual. В принципе, нам даже не важно, чтобы она была отсортирована. Если дальше. Если я сделаю вот так. Так, давай не Саша и Миша, а кто-нибудь другой. Давай, Серега, ты. Сергей Сергеевич. Что? Давай, какой индекс для этого запроса будет покрывающим? Смотрите, эта задачка, она решается всегда. Всегда, то есть, когда вам… Вам нужно всегда точно знать, какой индекс… Минимально, то есть… Минимально, что вам нужно знать, какой индекс будет… Максимально быстро работать с этим запросом. Так, да? Какой? Сейчас. То есть, смотрите, ну что… Мы сначала должны профильтровать по компании. Да? Да. Потом что должны сделать? То, что… Сережа. То, что… Да. Ну, то есть, смотрите, потом в рамках для компании, которая там имеет ID равно 3, всех людей мы просим отсортировать по компании. Да? Соответственно, потенциально мы можем вообще, в принципе, сюда дать написать, но тогда с UBD она тоже будет использовать этот индекс, но тогда она напрягется. Да? И начнет вот этих всех пользователей сортировать сама. Если мы дать поставим вот сюда, на второе место, тогда она поймет, о, черт, убери, так это же вообще то, что мне нужно. Да? Я сначала достаю по ID. Оп, получил, как бы, грубо говоря, спустился на какой-то подуровень дерева вот сюда. Только когда у нас несколько колонок в индексе, ничего не меняется, просто здесь вместо одного числа у нас будет в дереве там сразу две колоночки написано. И он такой, оп, сразу раз выбрал, выбрал там кусочек, получается, своего дерева, и оно все в этом кусочке дерева уже отсортировано по дате. Да? То есть, у нас сначала сортировка идет по компаниям, потом в рамках одной компании мы сортируем по дате. Да? И потом уже, если даты разные, сортируем по людям. Но в нашем случае это неинтересно, да? Так, что еще бы придумать здесь? Если я напишу вот так. Грубайп. Почему там людей можно в компаниях так группировать-то? Я даже не знаю. По возрасту. Ну, гипотетически. Да? То что нужно сделать? Ну и дату выберу сюда тоже. Какой должен быть индекс? Давайте-давайте, включайтесь. Игорь, давай, твой ход. Ну, запрос работать не будет. Почему? Ну, сложно. Ну, не будет, да, хорошо. Не будет работать запрос, согласен с тобой. Давай H напишем сюда. Молодец. И что-нибудь, что мы посчитаем там? Ну, количество. Сумму. Ну, да, ладно. Давай количество посчитаем. Просто количество. Игорь, твой ход. Моё пока сложно. Да? Давай перед тобой человек тоже в очках, который сидит. Как тебя зовут? Григорий. Григорий. Гриша. Давай. Думай просто, как он будет выполняться и какая сортировка по полям, позволит ему за один просмотр этого индекса сразу понять, что нужно сделать. То есть, вы всегда должны думать просто, как вот, взяли его в список, если дерево тяжело представить, взяли его в список какой-то и отсортировали его по какому-то критерию. Как вам нужно так отсортировать, чтобы вам эта сортировка помогала? Вот и всё. Ничего, наверное, в каждой компании, чтобы люди были отсортированы по возрасту. Правильно? Я не понимаю. Ну, сейчас этот запрос говорит, что нам нужно, смотри, взять компанию 3, сгруппировать всех по году и для каждого года в компании 3 посчитать. Вот представь, как это будет выполняться, если у тебя есть просто массив из этих вот людей, в котором есть, в котором хранятся объектики, которые ты назвал классным названием Individual, у которых есть поля Age, Company, т.д. Ничего хитрого не происходит. Ну, то есть, я хочу, чтобы люди с одинаковым возрастом были рядом в памяти, да? Да. Я думаю, это тебе должно помочь пусть. Ну, да. Ну, то есть, H на втором месте будет, а потом вы не знаете. Так, какое первое место? Какое первое место в индексе? Не подсказывайте Грише, он сам знает. С чего вы должны начать? Что первое вы должны сделать в этом запросе, когда его исполняете? Что первое? Company ID будет. Ну, Company ID будет. Хорошо, да. Профильтровать должны с первой очереди. Company ID. Дальше. Вы профильтровали, у вас уже остались, грубо говоря, считая в вашем массиве остался только люди с компанией 3. Ну, Select'ом вытащите, а потом Грубай. Еще раз так, чтобы я понял тебя. Ты Select'ом вытаскиваешь, да, вот это. Ты уже, как бы говоря, вот представил себе, не знаю, просто пытаюсь тебе помочь. У тебя представил себе массив, в котором есть объекты, да? Ты уже достал всех с компании 3, теперь нужно тебе с Грубайом разобраться. Ну, объединяет по возрасту. Не-не-не, подожди, смотри. Мы вообще сейчас решаем одну задачку. Как нам поля в индексе расположить? Так, чтобы они наиболее эффективно решали вот этот запрос. Какое поле на втором месте будет? Ну, Age-то, наверное, хорошо. Почему Age? Потому что больше не чувствует. Потому что больше, чем веса. Не, ну есть, ну... Хорошо, если там не будет Age, что я должен делать? Ну, считать, наверное, да. То есть, я выгреб всех по... То есть, если я выгреб всех и потом должен буду перебирать все, да? То есть, это тут, смотрите... Ладно. Это, наверное, немножко сложно, да. Немножко мы чуть попозже поговорим про это. Да, конечно, Age на втором месте. Тогда потом, как бы, я беру... Бегу вот по отсортированному по Age вот этому массивчику и сразу же формирую вот эти группы. Да? То есть, сразу накапливаю, то есть, завожу переменную, которая называется count in Age. Да? И начинаю ее накапливать. Чук! У меня Age изменился. Я выбросил эту строчку. И опять, пока не изменился, опять считаю. Хоп! Опять изменился. Опять выбросил. И так работаю, да? В принципе, ничего хитрого. Давайте еще... У меня есть там какие-то задачки. Еще попробуем порешать. Можно? Давай. Давай. Любые вопросы приветствуются, ребят. На самом деле, где вот это заканчивается? Наш скан, и начинается, когда мы индексируем нашу таблицу с большими данными. Она создается автоматически, и мы сами ее создаем. Так. Хорошо. Смотри. Изначально таблички все чаще всего создаются никак не проиндексированы. Считаю, просто куча такая. Таблички или странички? Таблица. Таблица. Она не проиндексирована. Потом, если вы понимаете чаще всего, что вам нужно обеспечить вашему пользовательскому интерфейсу. часто происходит поиск по каким-то полям, и вам нужно эту операцию оптимизировать, вы готовы потратить свое физическое место, чтобы построить такой индекс, который вам позволит в будущем быстро по нему искать. Индекс – это структура данных. Да? Какая-то. Вот она – это дерево. Вот оно существует. Какое-то там, да? Наши данные растут в какой-то текущий момент времени. Что происходит? Он нам позволяет быстрее выполнять наши селекты. Да? Потому что у него есть какая-то сортировка, которую мы считаем полезным. Да? То есть селекты, вот допустим, если мы их правильно построим, он пользуется вот нашими индексами и выигрывает в перформансе. Что происходит с инсертами? Кто-то может мне сказать? Или с апдейтами? Апдейтами. И делитами. Перестроение индекса. Правильно. Чтобы вот этот индекс ваш был полезен. Если вы обновили, ну, ставили строчку новую, то, соответственно, вам нужно в индекс это вставить. Если вы обновили строчку, которая есть в индексе, вам индекс нужно как-то перестроить. И делит тоже нужно как-то перестроить. А что это превращается на самом деле? Это превращается в некоторый баланс поиска того, чем вы можете пожертвовать, а чем вы пожертвовать не можете. Простой пример. Если у вас есть таблица и все, что вам нужно делать в ней, это искать, допустим, по одному полю и больше никогда ничего по-другому делать не нужно. То есть у вас главный запрос это там, не знаю, select все там from table where, допустим, time равно чему-то или id там равно чему-то, то у вас там должен быть ровно один индекс и больше ничего. Да, там потому что, ну, вам больше ничего не нужно. Да, и грубо говоря, и тогда у вас ваши insert и update и delete будут работать максимально быстро. Потому что эта операция, insert и у вас, если у вас есть несколько индексов, да, вот у вас есть другое дерево по другому полю. Она синхронная или асинхронная? Вот insert, вот грубо говоря, смотрите, вы должны вставить в таблицу и обновить еще там N индексов. Вот вставка в таблице обновления индексов это асинхронная или асинхронная операция? Кто как думает? Асинхронная. Асинхронная. По-моему, настройки всегда можно... Чаще всего она синхронная. Иначе бы это не работало. Ну, то есть, грубо говоря, тогда непонятно, что ж у тебя есть в индексе, если она у тебя синхронная. Ну, то есть ты вставил строчку в табличку, да? Если она асинхронная, то ты подразумеваешь, что когда-то eventually happens, да, там асинхронно, типа, что и индексы обновятся, да? И тогда, если я встрою такой индекс в план выполнения запроса, я там просто не найду эту строчку, когда буду выполнять этот запрос. Это не очень хорошо. Поэтому это синхронно. А если это асинхронно, что происходит с этим? То каждый insert, update и delete производительность этих операций страдает, на самом деле, от того, что мы улучшили операцию наших select. И это трейдов такой, да? То есть, как бы, вот такой вот балансик нужно соблюдать. То есть, мы можем создать 35, 50, там, 500 равных индексов, чтобы заточить наши запросы, но тогда наши insert и update и delete, они умрут. Ну, да. А может быть, это не наш кейс. Может, у нас вставка происходит в базу, там, не знаю, раз в год. Да, а select мы постоянно. И нас это устраивает. Либо же наоборот, как бы, у нас нагрузка на ставку чаще, чем на select. Это все очень специфично, и поэтому это часто приходится руками, как бы, ну, изучать, понимать, какой у вас workload на таблице и так далее. Поэтому, возвращаясь к вопросу Игоря. Изначально таблица у тебя, скорее всего, никак не проиндексирована. Ну, в некоторых с UBD она у тебя может быть проиндексирована по твоему кластерному индексу, который чаще всего у тебя совпадет с primary ключом. Да? То есть, грубо говоря, физически будет так же храниться, как там твой primary ключ. И если ты, то есть, что это будет значить? Это значит, что любой select, у которого V или order by не соответствует с твоим поисковым select, будет превращаться в какую операцию? Над индексом. Мы их две всего знаем, да? Мы знаем операцию scan и операцию seek. Мы рассматриваем ситуацию, когда у нас есть только один индекс по индивидуалу, ну, по primary key. Да, и вот теперь, вот у нас-то есть такой вот индекс. И теперь мы пишем запрос. Индивидуал. В таком случае выискали. Всегда. Да, Игорь? Да. Да, понятно? Это единственный выбор, который есть у СБД в этом случае, это просмотреть все жестко. То есть, грубо говоря, если мы создаем новую базу данных, создаем новую табличку и начинаем ее использовать, она у нас первое время работает всегда быстро, потому что там данных немного, она сканит их постоянно, и это быстро. Как только это превращается в какое-то более-менее хотя бы приемлемый, там, не знаю, объем, да, не знаю, какой-то, для разных сетей, наверное, по-разному, это начинает все тормозить пропорциональное количество данных, да, то есть N. И, соответственно, и тогда люди говорят, а как же так-то, там, не знаю, смотрят какие-то планы запросов и понимают, что там типа как бы скан, о, и тогда там делают индекс, понимают, что это важно, создают индекс по компаниям, появляется у них индекс. У них, оказывается, их два, да, в табличке, а там они понимают, ага, блин, у меня тут есть индекс еще там с каком-то еще условием, и тогда начинают понимать, как эти индексы менять, и как-то так это живет и развивается. Вот, вот, я ответил на твой вопрос. Да, то есть, получается, мы, когда принимаем решение про индексирование, у нас создается новая таблица, или мы модернизируем то, что у нас будет? Таблица у тебя, скорее всего, сохраняется старая, у тебя создается новая структура данных, она, конечно же, занимает место, как где-то на диске, обязательно, без этого никак, она хранится на диске, она копирует данные, которые ты, которые ты, по которым ты индексируешь, не ссылки, там какие-то поинтеры, там, да, куда-то в память непонятно, правда, там жестко будет копирование этих данных. Любой апдейт, там, ну, любая, любая модификация будет заставлять этот индекс меняться, да? Да, грубо говоря, тогда ты превратишь свои селекты с N в логарифм, да, и это ускорит тебе, но инсерты, они просядут, как бы, обязательно. Ты просто этого можешь не заметить, потому что каждый инсертик просядет, там, на 15 миллисекунд, там, и ты, это все равно тебя будет устраивать, да, но об этом нужно постоянно и всегда помнить, что это, как бы, не бесплатно, вообще нет ничего бесплатного, да, то есть, если ты создаешь какую-то структуру, то ты за нее будешь платить, за нее будешь платить временем просто в другом месте, и всегда это нужно понимать. Есть еще вопросы какие-нибудь у нас такие? А мы когда делаем селект, мы можем выбрать индекс, который используем? Нет, чаще всего нет. Ты можешь, на самом деле, в СУБД помочь ему указать, какой индекс, но смысл селектов как раз и заключается, ну, смысл, как бы, вот этих всех реляционных СУБД как раз и заключается в том, что, слушайте, ты, как бы, запрашивай у нас что-нибудь, да, а мы тебе отдадим как можем. И СУБД, она посмотрит, какие индексы у нее есть, какой ей наиболее подходит, может быть, несколько на одной табличке заиспользует, может быть, один, может быть, еще что-то, может быть, поймет, что нет ничего подходящего и будет сканить. И в этом как раз и заключается вопрос оптимизации, потому что иногда ему просто нечего выбрать, да, он такой, тут как бы вообще нет ничего подходящего, я должен тогда сканить, ничего больше не могу сделать. Либо же чего-то другого не хватает. Вот чего другого мы сегодня попробуем поговорить еще. Еще есть какие-то вопросы базовые такие, вот прям, когда совсем непонятно. Ладно, давайте попробуем задачку вот такую порешать. Что-то у меня здесь открылось. Она довольно простая, но я ее сам уже давно не решал. Смотрите, у нас есть первый запрос, и у нас есть 6 индексов гипотетических. Да, и нужно понять, какой подходит под первый запрос. И я спрошу кого-нибудь. Да, спрошу кого-нибудь. Давай тебя спрошу. Как тебя зовут? Никита. Никита. Я плохо, то есть я тут могу несколько раз спрашивать. Так, давай, первый запрос. Можешь слух думать? Три разных, да? Первый запрос тебе. Давай вот ты просто будешь брать запрос, брать первый индекс и смотреть, работает он или нет. Так, ну как бы не очень, но я бы сразу поставил индекс, наверное, по компании, а потом по имени. А, то есть, ну, кстати, зависит от СУПД, с какой стороны она будет проверять условия. Этот индекс является покрывающим для этого запроса? Да, наверное, что-то. Хорошо, да. Значит, это будет самый простой сик. Давай дальше. Второй. А что include? Ну, include это не везде есть, но, в принципе, он указывает, что эта колонка есть в индексе, но по ней нет сортировки. То есть, грубо говоря, если вот такой представить себе вот это вот дерево, да, на нижнем уровне, в котором лежат все данные, то эта колоночка будет только здесь, но по ней вот здесь вот не будет сортировочки происходить. То есть, не будет вот дерево ветриться по ней. Оно хранится на нижнем уровне дерева, да, но по ней нет сортировки. Это значит, что я не могу ее написать вот здесь, в, and, там, не знаю, какая там колонка в include, там, первая. Last name, да? And last name. И это не будет работать. Это не будет покрывающим индексом, да, потому что она нет сортировки. Но могу написать ее вот здесь и могу ее выбрать. И это будет работать. Ну, смотрите, индекс это структура данных, да, мы всегда туда можем запихать, положить все таблички, все колонки, которые у нас есть. Отсортировать их по всем полям, да, но тогда и времени на поддержку этого индекса будет, как бы, много тратиться. Грубо говоря, если у нас в индексе есть company.id, только в этой табличке, да, если я делаю update и проставляю set, там, не знаю, date, не знаю, равно там, now какой-нибудь проставлю, всем строчкам. Вот этот индекс по компаниям, он изменится или нет? Нет. Нет, он не изменится. Если я положу сюда date, в этот же индекс по компаниям, то мне придется перечитать весь этот индекс. И так каждый раз. Как только вы добавляете новое поле в индекс, вы добавили его в это дерево. Соответственно, любое его изменение требует от вас перестроения. Чем легче у вас индексы, тем меньше изменений касаются его, как бы, касаются, да, его. Соответственно, с сортировкой. Да, с инклудом. Вот у вас есть эта сортировка, где вы по, в нашем случае, там, не знаю, давайте вот какой-нибудь пример с инклудом рассмотрим. Хорошего нет, ну ладно, неважно. Вот здесь, допустим, по компании ID, да. Это значит, что я сортирую в индексе сначала по имени, потом по фамилии. И просто добавляю company ID в индекс, но не сортирую по ней, а просто говорю, что ты можешь, как бы, ее вытащить. То есть, смотрите, вы представляете себе вот это? Давайте еще раз наверх повернемся. Тут нужно представить себе вот эту картиночку. Вот это дерево, все, построено по компании ID в этом случае, да. Если я добавляю сюда любую другую колонку, соответственно, я это дерево, вот здесь оно, видите, отсортировано, да, там 1, 25, там 20. Вот здесь лежат только значения от 1 до 24. Здесь больше 25, но меньше 50, потому что от 50 у меня вот здесь лежит. А здесь, как бы, все, которые больше 75. Да, поэтому в этом сортировка, эта сортировка и работает. Соответственно, если я добавляю сюда какое-нибудь еще одно поле, любое, другое, да, я должен буду вот точно так же его вот как-нибудь отсортировать, чтобы проход за логарифм давал мне нужную, нужную страничку, да. Но вот это дерево над индексом, в принципе, когда он ссылается куда-то, вот здесь вот на нижнем уровне, где хранятся уже данные, может содержаться просто дополнительная колонка, по которой у вас нет сортировки, но вы можете ее достать. Такая колонка называется Include, и она не во всех СУБД поддерживается, но если вы же спросили, то такие бывают. То есть вообще в индексе у нас хранится вот только то, почему мы индексируем? То, почему, смотрите, грубо говоря, в чем разница? Вот если бы я создал индекс, который был бы по Company ID, Company ID как ассортированную колоночку, Company ID, запятая date, вот в таком виде, да, или если бы я положил date в Include? Company ID, и вот date я положил бы сюда. Так в чем разница? Вот разница именно в том, что вот в этом случае, когда у меня date вот здесь, вот все бы, вот это бы, вот все бы, вот здесь бы хранился бы не одно значение Company ID, а еще запятая date, и по нему сортировалось. А во втором случае у меня это будет маленьким, но date я смогу достать. Так бы нельзя было, так бы тоже можно было достать. Но вот эта штучка была бы больше тогда. В смысле, глубина дерева была бы больше? Глубина дерева была бы больше, и дерево было бы шире, скорее всего. Потому что комбинации Company ID, date было бы больше, чем комбинации просто company. Есть? То есть date только в листах лежит, получается? Только в листах лежит, да? Если в Include мы кладем ее, то да, только в листах. Если мы кладем ее как сортировку, лежит и в сортировке, и в листах тоже. Понятно, да, разница? Давайте вернемся. И сегодня очень важно задавать вопросы, потому что это прям ключ будет к тому, что я должен вам пояснить. Давайте, давай, Никит, продолжим. Второй индекс. Просто говори, покрывающий, но не покрывающий? Не покрывающий. Не покрывающий, почему? Потому что нету сортировки по Company ID, есть какая-то сортировка пластная, которая вам не нужна. Вообще не нужна, да. Хорошо, третий. Нет, не покрывающий. Окей, четвертый. Да, она вполне так покрывает, очень хорошо. Да, хорошо. И покрывает шестая. И покрывает еще шестая, да? Да. И мы возвращаемся к вопросу, какой индекс лучше, первый или шестой? Ну, скорее всего, шестой. Почему? Ну, СОБД, ну, это наверняка СОБД будет проверять сначала по первому условию, потом по второму. Не, не, подожди. Она не может проверять по второму, потом по первому. В принципе. Потому что по дереву ты должен бежать сначала по первому условию, а потом по второму. В этом смысл порядка полей в индексе. Поэтому в этом случае, в этом случае мы сначала будем, мы найдем всех DIM, да? Ну, всех DIM, а потом среди всех DIM будем искать, кто из них работает в компании 25. В этом случае мы найдем сначала всех тех, которые работают в компании 25, и среди них искать всех DIM. То есть без разницы? Да, есть разница. Вопрос, в этой DIMе сколько человек? Да. Правильно. То есть вопрос заключается именно в контексте. Да, то есть, я даже не знаю, в общем, если компании довольно большие, то, ну, не знаю, DIM у нас может быть мало, то нам нужно, как бы, в общем, на самом деле, сначала хотелось бы начать с того поля, которое является более селективным. И так я ввожу понятие селективность. Да, есть такое, есть такие некоторые слова, которые люди, которые занимаются СУБД, употребляют довольно часто. Вот селективность – одно из них. Селективность – это способность индекса как бы выбирать. Я как бы на базовых понятиях постараюсь, на словах объяснить. То есть чем меньше строк выбирается из индекса по условия, тем он более селективный. То есть он сильнее выбирает. В этом случае, анализируя индекс 1 либо 6, мы должны были анализировать, какая колонка является более селективной. Имя или компания для нас. И, возможно, в разных базах данных это будет разный ответ. То есть в каких-то базах DIMM меньше, чем компании, и выбрав всего DIMM, допустим, 2, гипотетически, да? Вот так, абстрактно говорю. То потом про компанию мы просто проверим, там, эти две строчки, и все. Оп, и все. Либо же наоборот. Это понятно? На базовом уровне? Да? О чем я хотя бы говорил? Чувствую нет. Понятно? Точно. Ну окей, давай тогда ты, второй тогда запороск. Можно еще по первому? Гриш, давай второй вопрос. А, давай тогда. Если по первому, то давай. Да. Во-первых, порядок вот насчет селективности. Порядок это не оптимизатор в базе данных случайно выбирает? Порядок чего? Вот, допустим, что сначала выбирать компании, я найду, что это более селективно. Если у нас в базе существует два индекса, 1,6, 1,6, да, и у нас прилетает вот такой запрос, именно оптимизатор выберет, какой из них ему кажется наиболее селективную и выберет. Но когда ты его создаешь, ты, скорее всего, захочешь создать всего один из двух, чаще всего. Да, и примешь решение в этот момент. Вот, и мы как раз про это и говорим. Хорошо, еще вопрос. А третий индекс у нас тут вообще не будет работать? Не будет. Потому что там первый столбик. Да, вот очень важно понимать, почему первый индекс совсем не будет работать. Третий. Третий индекс, да, третий индекс для первого запроса совсем не будет работать. Понятно? Почему? Серег, тебе понятно? Да. Почему? Потому что, ну, как бы он, он должен начать искать с невидого ID, которого у нас запросим нет? Как бы, да. То есть, он... Почему искать? Да, он будет сканить его. Он будет... Если у нас есть такой единственный индекс, то единственное, что он может сделать, это перебрать все значения, потому что он не знает, как бы, ему не с чего начать искать в этом индексе. Так, Гриш, давай второй. Да, ну вот, мы ищем first name сначала. То есть, нам нужен индекс, где, в первую очередь, как бы сортирован этот индекс. Да, и где индексы какие для нас? 1, 1, 4, 4, 5. Так же нам надо, чтобы, как я понимаю, last name тоже присутствовал в индексе. То есть, blocking club. Где, где, где-то просто. Он должен быть, и все. В blocking club нас больше всего устроит, потому что нам не нужно сортированное что-то. Ну, в принципе, нам не обязательно, но если по нему и сортировка, нам как бы тоже не будет мешать это. Сейчас. Почему будет? Мы будем дальше дерево обходить. Ну, это, скорее всего, будет незначительно. Скорее всего, у тебя... Да, это возможно, но ты, скорее всего, этого не заметишь. Никогда. Если у нас будет 2, у которого один в банк лиде, а другой нет, то мы, скорее, выберем, который сам к вам. Да, но, скорее всего, не будет разницы. То есть, я не понимаю, разницы между 4 и 5. Но один не подходит? 4 и 5. Правильно? 4 и 5. Оба будут работать. Оба будут работать, нормально. И разницы большой не будет. Так, кто готов сделать последнее? Последний. Давай. Откачусь назад. Давай. Мы говорили о том, что, когда мы используем 2 индекса, да, у нас 2 индекс. Когда мы используем 2 поля в индексе. 2 поля индекса. Такой индекс называется составным, кстати. Да. Вы говорили, что в каждом дерево будет 2 индекс. Почему мы не можем дойти только в листах отсортировать? В листах они будут, конечно же, сортированы. В любом случае. А что мы делаем? Что мы тогда проверяем в промежуточных цепях дерева? Мы строим это дерево? Это дерево поиска, чтобы по нему спускаться. Да. Именно попадать в нужную точку листиков. Отлично. Но мы сначала спускаемся по первому полю индекса, доходим до листов. Нет. Мы доходим до какой-то... Мы можем дойти до листов, если там совсем у него нет ничего, да, но мы как бы спустились по первому, потом начинаем спускаться по второму. Если у тебя 2 поля, ты должен по 2 полян спуститься. Не понял? Тогда начинаем по второму спуститься. Это зависит от данных. Это зависит от Суббудетства. Построит такое дерево, которое при поиске тебе, ну, грубо говоря, в каждой ноте у тебя будет, грубо говоря, начальные элементики следующего под дерево, под ним, которое будет состоять из 2 полей всегда. Да, и вот когда он начинается, там, не знаю, компания 3 и Дима, допустим, и ты спустился сюда, все, сюда, все. А потом у тебя компания 3, и там не Дима, допустим, а что-нибудь там какой-нибудь, ну, допустим, там Дима в одно место, а Димитрий в другое под дерево. И вот так вот. И так дальше, и тому подобное. Ну, как бы вот так дерево будет ветвиться для этого примера. И оно так и построится тебе. Именно для того, чтобы ты оптимально мог спуститься. А ты уже так не можешь делать. Ты сначала все равно, сначала по первому всегда спускаешься. Потом ты понял, что ты уже пришел, там, не знаю, к компанию 25. Все, ты уже здесь, здесь уже все, в этой части под дерево уже все компании 25. Ну, это уже получается для первого индекса был бы уже риск. Если бы у нас индекс состоял из одной колонки, да. А у нас теперь из двух. Теперь мы находимся в под дереве, в котором есть все люди из компании 25, и они все в этом под дереве начинают сортироваться уже по именам, раскладываться. Поняли я? Понятно объяснил? Ну, то есть, если представить себе вот так вот дерево, да, то вот какой-нибудь вот такой вот кусочек его, вот здесь вот, будет там, грубо говоря, все компании 25, и вот здесь они уже будут там разложены по именам. Вот здесь вот будет компания, допустим, 70, и вот здесь они будут разложены по именам. И потом, грубо говоря, вы вот так вот спуститесь на, на уровень данных, и вот тут вот, вот все данные будут отсортированы сначала по компаниям потом по имени да и здесь также если вы просто вот так вот просмотрите вот это все вы выдастесь ну вы вернете все данные которые сначала тратированы по компаниям в рамках одной компании по имени или по фамилии у нас получается если мы сортируем по первому поле она будет небольшая мы специально подбираем такой такой промежуток я пока не понимаю вопрос у нас обычно у нас количество глубина дерева выбирается постоянно и зависит от того конечно на зависит от того сколько у нас данных потому что грубо говоря это все зависит вот смотри у тебя есть страничка в ней 8 килобайт допустим гипотетически да сколько там int у нас 4 байта 8 байт 4 байта да соответственно плюс какие-нибудь там мета данные еще чего-то да и вот сколько ты вот сюда на эту страничку можешь положить интов до 8 там килобайт поделить там на 4 вот столько винтов у тебя сюда поместится это значит столько ты можешь ну вот этих вот веточек другие места сюда разместить если ты добавляешь сюда поле вместо компании ади еще какой-нибудь там имя ну то зависит от длины среднего длины имени там да и ты получаешь сразу что у тебя в один листик влезло не сколько-то там а столько-то потом ты понимаешь что у тебя ну так тебе хватало трех уровней чтобы решить все проблемы и дойти до листов да если добавляешь имя тебя уже здесь меньше здесь меньше везде стало на каждом уровне больше и уже трех уровне не хватает появляется четвертый уровень а вот еще вопрос если в третьем индексе вот ферстнейм компании перенести в инклуб то ничего не изменится если у нас индивидуал айди у каждого да это будет где должна пойти потом сортировка по стены это уже будет лист там некуда сортировать так смотри он точно также не будет использоваться для второго запроса до точно также у нас будет сортировка только по индивидуал айди соответственно нам нужно сортировать по first name то есть мы использовать его не сможем никак ничего не изменится он как был для нас плохим так и будет плохим для нашего запроса ничего не изменится ну в принципе уменьшится размер индекса и он будет грубо говоря ли если раньше этот индекс мог работать для запроса где написано было в индивидуал айди равен трём и все с ним все с ним равен а and last name равен b да вот для такого вида запроса мог работать если ты их перенесешь он не будет для него работать но смысле он будет работать но он будет выбирать вот это все а а потом а это проверять для этого случая для этого случая когда индивидуал айди у нас уникальный ключ это как бы норм да то есть мы грубо говоря всегда вот здесь выберем одну строчку и потом эти значения просто проверим это да это как бы нормальная ситуация да именно так вот для это как как бы частного случая нормально самом деле этот индекс очень странный именно поэтому да то есть как бы нам в принципе не нужно сортировать вот эти две строчки потому что вот это у нас дает уникальную как бы уникальную комбинацию ну если вопрос то именно в этом заключался да хорошо давай очень важный вопрос давайте будет два индекса ну либо этот индекс два раза да да ну то есть смотрите давайте сором разберемся если запрос вопрос был вот вы написали вот такой запрос неважно там что select from в то что как он будет работать да то есть мы как выбираем там неважно индивидуал айди да ну не индивидуал айди не интересно да там не знаю компанией айди так будет интересным мы выбираем компанией айди из таблички где делал равны in 36 in 36 на самом деле это трансформируется это эквивалентные записи да да просто из индивидуал айди в 36 это то же самое что индивидуал айди либо равен дрем либо дидуал айди равен 6 и вот в этом случае база данных конечно за используя только один индекс за один раз на самом деле она просто вот когда мы вот тут вот так вот написали 36 хитро да она как бы поймет что минимальное значение 3 у нас здесь максимальная 6 ну принимаешь здесь может быть много да и начнет как бы спустится по дереву под нашему вот этого до точки 3 спустится на уровень ниже данных и про сканет это до 6 если будет считать что это вот если будет считать что это так выгоднее да а а если разные атрибуты комп и допустим индивидуал равно 3 или комп они равняется 6 но тут как бы нет никакой магии да соответственно это для него это будет значить сначала если у него есть у него как бы какой вариант какой у него вариант стать давайте думать вот тут когда вы когда вы как-то смотрите когда вы пытаетесь под понять насколько это будет быстро работать просто поставьте себя на место с убеды как можно выполнить этот запрос допустим у нас есть два индекса да допустим у нас есть по компании 1 и по индивидуал не до первый вариант это два сика да какой еще время нет нет просто ска зачем если уж сканер табличку я могу сразу два условия проверить уж блин если у нас есть один индекс например компания по индивидуал один нет то скорее всего он будет всегда сканить ну и него неважно смотри ну да да конечно один индекс его здесь никак не спасет это две независимые колонки понимаешь а поэтому он мы как бы тяжелая операция самом деле в принципе для базанных она тяжелая потому что для него это две физические операции чаще всего либо 1 вот такая вот который на самом деле тоже непростая для него да то есть она может быть чаще бы часто быстрее чем 2 сика но часто скорее всего 2 сика будут быстрее чем скан ну для довольно больших табличек хорошая просто ищи обязательно давай нет нет допустим у нас здесь равно больше трех да он спустится по дереву и доберется до конца да если у нас так же как с и нам да вот если как я объяснял если здесь им 3 , 10 там не знаю 2006 почему-то а ну-то в принципе в принципе нормально особо поступит так она прикинь и так минимум 3 максимум 2006 в табличке там у меня такие-то возможные значения и среди них максимум допустим там не знаю 2008 и может засканить побыстрее потому что поймет что даже если она спустится вот так по дереву до 3 а потом будет выбирать вот здесь вот до 2006 то как бы уж лучше сразу пробежаться и все но чаще всего она сделает спуск по дереву и такой вот паршнелл скан до частичный скан на то есть она как бы будет там работать до кусочка кого-то понятно точно то некоторые смотрят с такими глазами как будто бы ничего не понятно и меня это пугает давайте еще вопрос давай он вообще на счет не влияет то есть если мы выберем то по сути тоже ничего не должно появляться то есть допустим у нас есть индекс 4 и ставить два атрибута и людям еще один если вот мы инклюзии соберем повлияет повлияет то есть что значит не при не повлиять для запросов которые вытаскивали last name этот индекс перестанет быть покрывающим ну так он же не учитывается правильно он не учитывается сортировка но когда ты его вытаскиваешь просто вот как вот здесь да вот если ты last name оттуда уберешь с инклуба он перестанет покрывать этот запрос он будет вынужден где-то искать этот last name еще да то есть он может заиспользовать этот индекс найти там что-то и потом пойти еще куда-то и найти last name он должен сделать потом эту операцию понятно я объясню или нет хорошо я пытаюсь понять как еще раз смотри вот мы вот вот смотри вот если мы возьмем этот индекс да мы спустились вниз дерево и внизу дерево у нас есть только first name и company id бабам там нет last name а там скорее всего есть еще какой-нибудь либо это будет ссылка на кластерный индекс но не ссылка значение кластерного индекса кластер от айди либо какой-нибудь throw id в разных там базах по-разному да и он имея вот этот кластерный индекс будет выполнять так называемую операцию лукав который пойдет и спустится еще раз по дереву по какому-то по-другому имея вот эти вот два значения ну одно из них какое-то да вот поэтому дерево и спустится и найдет минут недостающие ему поле то есть никакой магии никогда не существует и смотри допустим нас большая огромная табличка да где ими ими является хорошим фильтром но нет last name а да то он найдет все строки которых зовут егор да и пойдет в другое место по вот этим вот ключам искать какая у него фамилия но это дополнительная физическая операция да то есть это будет как бы две сначала один спуск по дереву и потом для каждой строки которую найдет еще один спуск по дереву по другому понятно то есть это будет выглядеть вот так это будет ну ладно это это немножко мы забегаем вперед так по индексам давайте еще есть будет перестраиваться до дерева полностью не будет но как но не до данные туда должны быть ставится то есть это легче операция но в принципе что-то должно происходить да да не можем она как бы для этого и существует что есть две разные ситуации когда тебе нужно что-то достать из индекса и когда тебе нужно искать по каким-то значениям в индексе еще ну все понятно что-то стало так давайте третий тогда разберем кто готов третий разобрать давайте девушку как тебя зовут я забыл алена давай ален нет потому что мы еще не готовы к нему давай ален начинай или или сначала по фестным потом по ласт или сначала по фест потом по ласт ну а какая разница а а если я перепишу запрос напишу тебе в фест на им равно алекс ласт на им равно иванов что-то изменится без разницы окей давай дальше ну с натягом ну допустим 5 подходит еще какой точно даже как и 5 подходит нам еще один по крайней мере третий так давай хорошо рассмотрим как будет работать 3 как будет работать 3 давай а у нас есть индивидуальный запрос да то есть нам нам не подходит не подходит давай еще 5 еще какой плюс-минус подходит до 2 все правильно то есть нам нужно чтобы у нас была сортировка по фамилии по имени да и какой и лучший 2 или 5 лучше 5 почему а там компания где вообще написано вязан почему не будет это лишнего поя еще почему и почему это лучше так хорошо тогда дело открытия неважно как у вас написан запрос да в принципе вот так написали условия вы или так написали условия ничего от этого не должно меняться потому что фамилии более уникальный как бы фильтр я вот так сказал да а если вот прям вот а если примут сказать по нормальному а значит более селективный фильтр правильно меньше запомнило мое слово и надо его вставлять всегда это правильно так ну значит чё нас по времени осталось час 15 час 15 ну как мы с перерывом без перерыва давай вопросом да на втором либо пятом нету но это лучше из того что у нас есть он будет работать скорее всего таким образом то есть грубо говоря если у нас нет больше ничего ничего да то в каждом индексе в каждом индекс я говорил уже есть еще какая-то ссылочка на либо кластерный индекс либо на строчку на какой то то есть как бы ссылка туда куда где данные лежат это сложно понятие что такое картеж но там пара ну на запись да но считай что на запись да вот и мы профильтруем все а за дополнительными полями он будет обращаться либо в кластерный индекс куда-то либо вот по роу айди еще куда-то побежит но это будет тоже спуск по дереву дополнительные то есть это будет сложность квадрата то есть углубим если мы выбрали егоров там не знаю 500 для каждого егора мы пошли куда-то нашли его фамилию не сразу из индекса взяли а для каждого егора пошли за фамилией для второго егора пошли за фамилией и так туда на друг другу такой квадратик еще вопрос ну давайте отдохнем чуть-чуть теперь и переключимся на другую тему немножко важно понимать только действительности что такое покрывающий индекс и уметь их строить это ключ все остальное просто автоматически получается теперь давайте про говорим про оптимизацию уже в другом немножко формате вот допустим пришел к нам сикл запрос суббота какое-то что с ним происходит да обычно ну это может плюс-минус меняться но обычно это происходит так есть какие-нибудь идеи что мы делаем в первую очередь разбираем запрос чтобы сделать что как так 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 ну в общем да мы конечно же забираем запрос но мы на самом деле строим дерево этого запроса да строим вот это вот ну представляем вот этот вот селектик который мы написали да в виде кого-то дерево простейшем варианте это будет простейшее дерево да в более сложном такой вот более какой-нибудь синтакс какой-нибудь синтакс 3 строим симметрическое дерево потом что делать план запроса ну ладно на самом деле мы там еще обязательно либо вот здесь до дерева даже либо после дерева сходим в кэш ну потому что если мы строили уже такой план запросов недостаточно недавно то нет смысла его строить да а дальше дамок вода если бы больших блоков в некоторый оптимизатор и вот это вот этим вот хвастаются практически все плюс минус достойные с ободе пишет обычно что это the best of the best что они там самые хорошие оптимизатора и так далее и тому подобное после вот этого у нас вылетает уже дерево не синтаксическое а вот именно дерево которое операции да такое на выполнение не знаю как назвать это 3 операции это дерево операции попадает в какой-то там уже db менеджер который его экзекьютит который ходит на диск ходит в кэш данных трэн-тэн-тэн-тэн-тэн во многие разные другие системы но в конечном итоге он нам отдаёт результат и то это такая общая картинка которая на самом деле работа практически всегда и вот это вот как раз таки такое вот такое самое главное что здесь самое интересное что происходит и в этом как бы находится большая часть там каких-то инноваций и тому и тому подобное и никогда это все всегда очень сильно зависит от субд от того каких какие насколько там они подумали над алгоритмами различными как они эти данные хранят но мы сегодня с вами поговорим про базовые операции про то почему в принципе встает эта проблема оптимизации простейшую проблему с сиком и сканом мы с вами немножко разобрали посмотрим что есть еще да потому что на самом деле что важно понимать оптимизатор не стоит цели построить самый быстрый план да то есть вот это прямо это очень важно у него нет цели построить самый быстрый план у у него есть цель построить достаточно быстрый план за приемлемое время потому что если вы послали свой запрос он вам 4 секунды строит план который выполняется потом 2 секунды да как бы ну то наверное никому не нужно то есть если у него хуй потом как бы даже самый плохой план выполнялся бы 3 секунды ну то есть как бы это зря потраченное время да то есть он оптимизатор всегда в жестких лимитов он должен очень быстро построить план который будет выполняться приемлемое количество времени поэтому всегда оптимизатор есть какие-то шаги да и есть и такие оптимизаторы всегда называются cost-based да я даже запишу это что здесь вот так вот оптимайзер напишу здесь cost base это значит что когда вот он построил это вот синтаксическое дерево запустил построил из него первую версию дерева на выполнение он попытался его оценить у него есть стоимость допустим чтение страницы ну какая-то внутренняя она всегда в каких-то внутренних единицах просто не в секундах там не в каких-то просто в какие-то там абстрактных единицах у него есть стоимость там не знаю чтение с диска чтение с диск есть стоимость там не знаю какой-нибудь простейшие там цепу у него есть понимание сколько у него цепу находится на машине насколько быстро у него диски стоят насколько быстрый на нем последовательный поиск и насколько быстрый на нем рандомный поиск и в зависимости от этого он начинает джонглировать сначала применять простейшие правила для замены да там потом преобразует это дерево несколько раз пока с помощью этих правил не получит наиболее быстрое выполнение мы сейчас вот это как бы может быть звучать немножко абстрактно но мы сейчас поймем на каких-то более-менее понятных примерах как это происходит ну вот допустим здесь мы запишем select давайте там так какой-нибудь таблички какие-нибудь две таблички мне нужно придумать что у нас были фильмы и фильмы с чем мы были связаны через там energy любое там с чем у нас были фильмы связаны ну допустим не знаю давайте с актерами свяжем допустим акт это по-английски да актер 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 окей А я буду писать не на Java, а на каком-то мета-языке, скорее всего. А то начнете ругаться, что я начинаю допускать какие-то ошибки глупые. И у нас есть такой метод, который возвращает там лист. Будем называть его, не знаю, там, ну, каких-то там, каких-нибудь вот этих вот, ну, каких-нибудь там, неважно чего. Листик. Назову им это Joy. И принимаю там тоже, значит, лист. Там чего? Фильм. И здесь лист от, что-то там точно у нас актер, да? Так закрою, позволю себе так сделать. Там еще надо где-то скобку открыть. Ну, черт с ним. Здесь откроем. И вот. Есть у меня такой метод. Кто готов тело написать? Да? Как мы можем тело написать? Ну, в смысле тело метода, да? Смотрите, у нас задача такая. У нас есть на входе два списка двух объектов. Двух разных объектов. Фильмов и актеров. И у объектов типа фильм есть, соответственно, вот эти атрибутики ID, у актера есть фильм ID. Давайте на уровне идей. Для всех фильмов смотрим их ID. Потом внутренний цикл по актерам. Смотрим их фильмы ID. Два цикла, да? Да. For, там, не знаю, films. Внутри него for actors. И там, если вот тут там у нас фильм ID равен actor. Фильм ID. То мы там return, ну, не return, ну, там, да, добавляем куда-нибудь. Будем считать, что return на самом деле. Return как-нибудь строчку. New row. Да, вот из этих вот. Из F и из A. Ну, вот такой вот нотации. Понятен, да, алгоритм? Какова сложность? n квадрат. Крутота. Чаще всего такой алгоритм называется... Nested Loops. Да, записали. Вот здесь записано сюда. Ну, это скорее n на m. n квадрат. Она скорее будет n на m. Ну, да, n на m, но, в принципе, квадратичная сложность. Да, хочешь, я напишу тебе n на m, родители. Ну, это ничего не меняет. Как еще? Если сортированное, окей. То как? Бинарным поиском. Отстой. Ну, динейные и бинарные. Ну, хорошо, ну, давай, ну, подожди, давай. Хорошо, бинарным поиском будет так. For. Films. Для каждого фильма, да? Я начинаю... Binary search, правильно? In A. Ну, и там вот это вот все. Брен-брен-брен. Тоже самое. Какова слаженность? N логарифма. N логарифма. Отстой. Ну, в смысле... Не круто. Ну, быстрее, как бы, да. Но у нас... Ну, то есть, если представим, что у нас два множества было отсортировано по фильму ID. Как можно сделать? Ну, если ты про сортировку начал говорить. Вот у нас изначально список фильмов был отсортирован по, чему там, по ID. И актеры были отсортированы по фильму ID. А через лагу обязательно делать пункт на левый конец первого листа и на левый конец второго листа. Так, у вас у всех была курс про сортировки? Да. И там был, наверное, я не могу утверждать точно, там была такая сортировка. Merge. Вот. В чем ее фишка там была? Мы идем, как бы, последовательно. На первом элементе нашли, идем по второму. И так, как бы, сдвигаем два указателя. Ее массиво. Все помнят, как работает Merge? Merge сортировка? Да. Там они сначала бьются на кусочки, да? Но конечный этап заключается в том, что мы двигаемся сразу по двум множествам, да? То есть это в рамках нашего это будет, ну, так не записать, но что-нибудь типа for, join и актерс. Двигаемся по обоим, если там, короче, если, ну, в общем, сдвигаемся, да, и отдаем, да? Я даже не знаю, как написать так, чтобы это выглядело нормально. Какова сложность такого алгоритма? Максимальный запись. А M плюс N. Как? M плюс N. M плюс N? Ну, примерно, да. Ну, да, что-нибудь такое, но есть жесткое предусловие, да? Что нам нужно отсортировать два массива. То есть это там еще где-то вот здесь вот у нас должен быть N log N. Причем два. Ну да, два там, там от в большом будет один непринципиально. Да, но в чем фишка это вот этого? Вот это можно убрать. Значит, чего? Защитый индекс. Правильно. Он прав. Если у нас есть в базе данных в фильмах индекс по ID и в экторах индекс по фильм ID, они у нас изначально отсортированы будут, да, по обоим. И тогда вот это соединение можно сделать за N. Ну, там, за N плюс M. Ну, в смысле, линейно. Да? Ну, либо у нас, допустим, есть индекс только по фильму, да? Ну, то есть у фильма есть, допустим, один индекс по его ID, а у эктора нет. Тогда ему нужно, как бы, он должен сделать, ну, отсортировать только одно множество. N log N. То есть не два, а один. То есть как бы у него есть такой выбор. Еще что можно сделать? Это второй алгоритм. Он называется чаще всего Merge Joy. Да, Merge. Ну, Merge Joy. Какой еще есть? Серега начинал его. Можно хэшировать. Что? А, фильм ID. Как? Как будем действовать? Ну, вычислим кэш фильма ID. Пойдем, вычислим кэш фильма ID и актора ID. Ну, как бы, у актора. И, значит, если у нас падение по хэшу и фильму, то, если актуализируют, значит, вероятно, это к одному и тому же относится. Так, ну, Серега тут наговорил, конечно, я не понял, как это превратить, но эта идея... Да, понятно, то есть, смотрите, это тупой, как бы, перебор в лоб. Это использование сортировки. Из базовых принципов осталось использовать только хэш, чтобы как-то там выжить, да? Поиск хэш таблицы чему? Единицу. Ну, да, константин, вот за счет этого. То есть, сначала мы берем, как так пишу, build, хэштейбл там, да, какой-то. Вот, films. Ту-дун, сюда вернули какой-то. Не знаю, вар, хэштейбл. Ну, там, какой-то, неважно. Вернули сюда. Потом за for по... Что там? По векторам. Мы начинаем. Если хэштейбл там contains key да, из id, то там returns бум-бум-бум, понятно, да? Примерно так как-то. Смысл понятия, да? Какова сложность такого алгоритма? Ну, не учитывая добавление максимума, что я имею в виду. Практически N. Ну, типа того, да? Линейный cat. Но назовем его хэш. Хэш-джоин. И у него сложность будет там какая-то... Ну, там, я не знаю. N. N плюс M. Короче, для меня это N всегда. Линейный вообще. Дальше давайте думать. Давайте подумаем еще про хэш. Это вот... На самом деле, вот эти три алгоритма... Они прям базовые. Да, и вот все к ним стремится. Но у них очень много свойств, которые мы пробуем сейчас разобрать. Давайте попробуем с простых начать. Вот здесь какую табличку будем выбирать для того, чтобы строить хэш-табличку? Ну, допустим, вот у нас приходят две рандомные какие-то таблички. Как нам выбрать? Ну, мы можем по той и по другой же построить, правильно? По той же больше. То есть, которую побольше выберем, для нее будем построить хэш-таблицу. Почему? Ну, как бы, давайте аргументируйте, ребята, давайте. Один говорит больше, второй говорит меньше. Давайте. Что за что? Нет, давайте. Что будет работать? Если нам будет больше, то у нас длинное время будет меньше. Длинное время будет меньше. Это прям мощь. Длинное время. Давай еще разочек. Давайте, у нас есть выбор-два. Мы берем одну табличку. У нас есть, не знаю, там в одной 10 строк, во второй 10 тысяч строк. Если мы выберем большую табличку... Тогда у нас будет 10 итераций. 10 итераций, но нам нужно будет в память сначала зафигачить и посчитать хэши для 10 тысяч. У нас там индексы хранятся, нам не дало кто-нибудь. Нет, индексы у нас хранятся на диске. Здесь мы запустим это куда-нибудь в оперативку. Если это, конечно, хэш не влезет в оперативку, он как-нибудь сбросится на диск потом, чтобы просто выжить как-то, да? Но, скорее всего, это не очень выгодная стратегия. И базовая стратегия выбрать здесь табличку поменьше. Побыстрее построить эту хэш-табличку и потом все равно за n пробежаться здесь. Если табличка будет поменьше, у нее меньше коллизий будет. И меньше коллизий будет, и меньше памяти займет. Поэтому базовая стратегия выбрать здесь что-нибудь поменьше. Да, теперь про хэш. А что делалось с джойном, который мы делали для множества наших? Если мы напишем вот так. Будет работать хэш? Нет. Почему, Сереж? Потому что для хэша нет никаких условий. У нас здесь только равно. У нас здесь только равно. Поэтому хэш не будет работать, в принципе, для этих запросов, где мы напишем вот так. Более того, и мерз не всегда будет работать. Да, но в каких-то случаях будет. И чаще мы можем свалиться просто к Nesset Loop. Nesset Loop работает всегда. Этот злой перебор работает всегда. Давайте теперь, давайте еще дальше. Когда Nesset Loop работает быстрее вот этих вот парней? Когда таблички маленькие, это слишком широкое условие. Можно уже сказать. Когда большие коллизии. Когда большие коллизии, нет, это непонятные условия. Да, вот смотри, у тебя приходит запрос вот сюда, join. Ты должен выбрать, каким алгоритмом ты его объединяешь. Либо вот у тебя есть Nesset Loop, либо Merge, либо Hash. В каком случае ты должен пойти в Nesset Loop? По какому размеру, говорю, как? Мало уникальных значений. Мало уникальных. А почему именно уникальных тебе важно? Просто мало значений. Просто мало значений в обоих табличках, в одной табличке. Как? В обоих. А если в одной мало? Правильно, а если в одной мало? Если в одной у тебя там, не знаю, 2-3 строки всего. То квадрат этот, он вырождается. Да, то есть он становится... То есть когда квадрат быстрее работает, чем логарифт. Когда у тебя одно из маленьких... N маленькая, да? То есть там, не знаю, несколько. Тогда он как бы быстрее просто. Если даже на графике посмотреть, то он будет быстрее. То есть быстрее расти. Хэш. Смотрите, теперь дальше. Как мы будем отдавать данные? Да? Вот как работает Nesset Loop? Вот если вот я здесь так вот написал, так как в Jaya нельзя писать. Вот мы перебираем данные. И на каждом этапе можем отдать новую строчку. Да? То есть как это понять там? Ну, грубо говоря, как только мы нашли одну строчку, мы сразу можем пользователю показать. Да? То есть вот как бы он начинает свой процесс, но он уже по мини-процессу сразу же формирует нам готовые результаты и отдает. Как работает хэш? Он сначала построит хэш-таблицу. Да. Да. Но на самом деле он блокирует, да? То есть нам сначала нужно построить всю хэш-табличку и потом уже отдавать. То есть большая часть времени он ничего не будет делать. Да. Нужно сначала пользоваться оттировать, а потом отдавать. Это тоже иногда бывает важно. Показать пользователю первые результаты пораньше, либо вот там что-то сделать предагрегацию и что-нибудь побольше отказать. Так. Давайте теперь дальше пойдем. Еще глубже. Если мы рассмотрим нашу машину из трех частей. У нас есть CPU. У нас есть диски. И у нас есть memory. Теперь давайте начнем. У нас есть... Нестит лук. У нас есть мерч. У нас есть хэш. Давайте... Что будет всего... Как будет использовать Нестит лук CPU? Или давайте просто CPU рассмотрим. Кто сильнее всех грузит CPU? Нестит. Хэш. Так. Кто-то сказал Нестит. Кто-то сказал хэш. Давайте поспорим. Это не Нестит лук, потому что будет постоянно... Постоянно брать что-то, когда мы сравнили. Да. Но это, скорее всего, будут делать все. У нас будет опираться больше всего с учетами. Но если мы... Да. Ты говоришь про алгоритмическую сложность. Если мы будем рассматривать, что... Тогда это не имеет смысла сравнение. Если мы будем говорить про то, что... Они плюс-минус одинаковые по алгоритмической сложности. Ну, получается, по данным. Но кто из них больше будет использовать CPU? Хэш. Считает. Лен. Говорят, что да. Мердж. Но если этому парню не нужно сортировать... Мерджу, да? Тогда нормально. А вот если нужно сортировать... То сортировка это прям CPU, баунд, штука. Надо там постараться что-то поработать. Посравнивать дофига, да? Поперекладывать что-то такое. То вот здесь он будет тоже так работать. Нестит лук, ну... Ну... Будет как бы, да. Но не так, чтобы очень много. На самом деле. То есть у него там нет никаких дополнительных операций. Диск. Давайте с хэшом. Диск будет использовать? Да. Ну, если табличка большая, да, будет что-то сбрасывать. Давайте вот это вот с памяти начнем. Ну, хэш будет много памяти жрать. Хэш будет много памяти жрать. Мердж, если он будет сортировать... Мердж, да. Нестит лук. А ему вообще... Да ему как бы вообще, да, то есть ему ничего не нужно. Он за константу это практически делает для него, да. То есть он ган-квадрат по времени, но по памяти у него там ничего ему не надо. Так. С диском... Ну, с диском плюс-минус одинаковая ситуация, да, когда нужно сбрасывать. Сбрасывать можно хэш-таблицу иногда, когда оптимизатор, скорее всего, ошибся в прогнозах. То есть он когда иногда делает прогноз, ну, но мне нужно для памяти выделить себе такой-то кусок, чтобы ты туда положил хэш. Он потом не влезает, он такой, блин, ну, у него уже и нет нигде его, ну, тогда он там что-нибудь сбросит. Но, в принципе, одинаково, да. Что еще важно? Сейчас вспомню, какая-то у меня была еще мысль. А, еще уж важно. Что лучше всего параллелиться? Хэш. Хэш. Ну, мы построили таблицу, а потом можем к ней обращаться... Хэш параллелится даже двумя способами. Как минимум двумя способами. Мерш тоже хорошо параллелится. Мерш. Хорошо ли параллелится, мерш? Как параллелится, мерш? Собильный... Как параллелить, мерш? Параллельное... Он сортирует параллельно. Сортировать ты можешь параллельно, да, но как бы... Но вот именно слив, мерш, как бы не получится. Ну, почему слив как раз... Слив как раз и параллелится. Ты бежишь по двум в одном потоке, тебе ничего там синее... А у тебя несколько же, вот эти... Два. Ну, мы можем взять какие-то промежутки по первой таблице, вот, и для них сливать по отдельности. Тогда тебе нужно в каждый поток отдать всю табличку, получается. Ну, грубо говоря, если у тебя есть... А как? Ну... Все вторую табличку, может быть. Могу ски первой. Короче, мерш практически не параллелится, на самом деле. Лучше всего действительно хэш параллелится. И поэтому... Ну, потому что ты можешь, на самом деле, посчитать хэш-табличку, маленькую, и отдать в каждый поток эту хэш-табличку. И потом вернуть результаты, и просто их соединить и отдать. И это самый простой способ. Либо же ты можешь весь кусок отдать какой-то, ну, прям, не знаю, побить эти айдишки на какие-то партиции и отдать параллелится. Хэш прям параллелится прекрасно. Но из-за того, что он параллелится прекрасно, данные он отдаст только того, когда соединится все. Да? То есть это такой трейд-офф. И вот мы здесь за пять минут с вами, только из моей головы, набросали три алгоритма соединения и разницу в их поведении. Огромный. Да? И перед оптимизатором, когда он будет стоять перед выбором объединять вот этих таблиц, станет именно такой же, такой же выход, да? Что он может сделать? То есть он поймет, должен будет проверить, какие у него есть индексы, да, на самом деле. Ага, никаких. Ну, спасибо тебе, друг. Насколько большие у меня таблички? Ага, маленькие. Ну, ладно, за Нестя отлупим тебе это все и живи счастливо тебе. Огромные таблички. Ну, тогда, ну, допустим, если здесь написано равно, тогда ему ничего не останется, как делать хэш. Да, и это будет сильная загрузка вашего ЦПУ, скорее всего, и результат вы получите тогда, когда все предосчитается. Если тут написан какой-нибудь еще V, да, там какой-нибудь date, больше, там, не знаю, 20, 16, 0,1, 0,1, то все, ну, там, date, там, не знаю, из фильма, то ситуация повторится. Если, допустим, здесь напишется вот такое вот условие. Limit 100 напишу. Это вот каким алгоритмам удобнее всего работать будет, или как? Мне нужно только первые 100 строк. Вообще любых получается. Почему? Ну, потому что просто подряд, что здесь 100 раз отработает. 101 раз отработает. Да, а если там таких нет? 100 строк? Еще больше. Нет. Если у нас нет ни одного фильма, который больше 2016 года. Ребята, у нас в ВАЗе, у нас там, не знаю, сейчас 2015 год, у нас нет ни одного фильма 2015, старше 2015 года. Мы написали Limit 100. В простейшем варианте, когда у нас есть действительно 100 таких фильмов, Nested Loop действительно будет работать быстрее. Потому что мы, как бы, ну, допустим, их много, таких фильмов, допустим, много. Мы, как бы, там, взвели какой-то счетчик, да, досчитали до 100, первые 100 вернули, отдали, все. Дальше нас работать не интересует никогда. Но если мы 100 не нашли, мы будем работать до конца. Когда хэш, он просит, скажите, сразу что начнет? Ну, как бы, он сначала все посчитает, потом, как бы, по этой табличке вернет первые 100 строк. Как бы, вот. А если хэш в этом случае, в принципе, быстрее, чем Nested Loop, тогда будет удобнее работать с хэшом. Теперь, а что же нам вот, а что же... Есть вот три базовых алгоритма, да? Давайте еще попробуем немножечко про алгоритмы поговорить. Это три базовых алгоритма соединений. Да? Соответственно, есть, ну, похожие алгоритмы, есть практически... То есть, как бы, это более физические алгоритмы, да, получается. То есть, вы везде написали Inner Join, но, на самом деле, он может выполняться разными способами. Точно так же вы написали, вот везде написали такой запрос. Ой, какой классный мел. Они разные, оказывается. Смотрите, как он пишет. Класс! Я прям получаю... Вообще крутота! Ну, вот такой простой запрос. Да? Когда нам нужно группировку и что-то сделать с группировкой. Какие мы можем предложить алгоритмы, вот именно вычисления для этого? Ну, вот если мы, грубо говоря, вот тут приходим из такой же операции, только здесь не называется ни join, там, не знаю, там, не знаю, допустим, group by. Или просто group. Идти циклом, сейчас подожди, Серега, да, идти циклом по этой табличке и добавлять просто... А что значит добавлять в группу? Какая структура данных у тебя используется для того, чтобы добавлять что-то в группу? Ну, у тебя, грубо говоря, должен быть user id. Да, и int. В нашем случае, да? 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 Ну, какой-то. Ну, вот. Ну, какие-то два числа тебе должны, правильно? Ну, для каждого user id ты бежишь по табличке. В форум пробегаешь, да? Встречаешь user id. И что? Тебе нужно куда-то обновить у него его каунт. И какую структуру ты положишь? Да. В хэш. Либо в мэп. Ну, потому что за константу ты там найдешь. В целом можно хранить и массив user id. Можно. Да, от длины user id ты имеешь в виду. Ну, да. Да, ну, просто, как бы, тебе нужно максимальное значение id. У тебя будет sparse массив, и это, в принципе, не работает. Правильно? Ну, грубо говоря, если... В случае того, что user id у нас однажды достигнет максимального значения до... В int, да? А? Ну, грубо говоря, ты хочешь хранить такой вот int. Ой, к чему написал. Такой вот int.array. Да, и вот здесь в сайзе у него должен быть maxint. Ну, да, maxint. Крутота. Ну, можно и так сделать, конечно. У нас всего два юзера, как бы. Ну, потому что он хочет каждую ячейку за константом обращаться. Если у него два юзера, то это одно, а если говорить, что у нас user id скоро станет... Да такое что-то, это надо что-то переделать, потому что мы не можем давлять новых юзеров в базу. Не, ну, это понятно, это подход из как раз-таки задачек по-алгоритмических, здесь он не катит. Да, чаще всего это будет вот такой вот мэпчик, который за один проход мы закроем. И это называется... Такой алгоритм называется... Hash group. Ничего умнее ребята не придумали. Какой еще? Есть еще, по крайней мере, один. А можно отсортировать? Можно отсортировать, если у нас есть индекс, допустим, и у нас уже отсортировано. А просто идти и смотреть? Там нужно просто идти, да, и копить. И выбрасывать. Да, и такой называется... Ну, не везде, конечно, но вот он называется часто... Stream aggregate, либо там еще как-то... Я вот знаю такое название. То есть он такой стримовый. Ну, то есть у тебя все отсортировано, так бежишь, бежишь, так... Пока не поменялось, копишь. Фух, отдал. Потом опять поменялось, опять копишь. Фух, отдал. Да, вот такая вот. И так работает группировка. Можно с двух сторон бежать. Можно с двух сторон бежать, но тогда тебе придется решать проблему... Синхронизации. Да, когда они добегут докуда-то там. Ну, либо передать им, докуда им бежать нужно. Ну, в общем... Всегда, когда вы... Смотрите. Как только план переходит в разряд параллельных, то он сразу становится более тяжелым для всего. Потому что нужно сразу его там выполнение синхронизировать, и это дорого всегда. Да, более того, он начинает съедать ресурсов намного больше, чем, может быть, хотелось бы. То есть, вы запустили какой-то запрос, он начинает хэш-джоином что-то делать, и у вас все ядра на вашей машинке начинают там гореть. Любой другой запрос, который прилетает туда, он уже как бы... Ему даже оптимизатор в этот момент, на самом деле, ему даже хэш не может дать. Потому что если он ему даст ему опять хэш, тогда ему как бы опять нужно будет все ядра, ему как бы уже некуда положиться. Тогда он может выбрать план уже другой. То есть, на самом деле, план, который будет выбираться оптимизатор, он также зависит не только от... Не знаю, от индексов, от самих таблиц, но и от обстановки на серваке в данный момент. То есть, если там какая-то другая ситуация, то он может поменяться, чтобы просто его выполнить. Ну и вот. Теперь давайте другой вопрос обсудим. Есть у нас там алгоритмы различные, да, для группировки, для соединения табличек. Какие данные нам нужны, чтобы в принципе можно было этот оптимизатор построить? Плохо, 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 да, сказал? Игорь, это тебе тогда вопрос. Я. Раз уж ты так был внимательно занят, сейчас слушал мой вопрос, тогда вопрос себе такой. Вот у нас есть различные алгоритмы соединений, подсчета группировок, на самом деле различных операций, да. Какие данные нам нужны, чтобы иметь возможность различные алгоритмы в принципе выбирать? В том или ином случае. Ну конечно, ну ты что-то элементарное спросил, ты что-то объясняешь, дай ему ответить. Еще раз, и я перейду там, не знаю, к соседу, через человека. Смотри, у нас есть, вот приходит нам джойн двух табличек, или группировка по табличкам. Какие данные нам нужны, чтобы сделать эту группировку наиболее оптимальна? Выбрать один из алгоритмов, допустим. Размер там. Да. Хотя бы размер. Окей, что еще? Ну там память, да, хорошо. То есть текущая ситуация, на сколько вот у нас всего, да? Правильно. Нам нужны индексы. Какие у нас есть индексы? Что еще? Соотносятся. Соотносятся, что значит? У нас связи какие-то. У нас связи все в запросе прописаны. Ну вот в запросе. Ну запрос у нас есть, да. Я имею в виду, запрос у нас, конечно, есть, но ты уже приходишь в конкретную операцию по соединению, там, или по выбору, по построению вот этого дерева. Выбираешь. Что еще, ребят? Возможно, ограничение такой, не знаю, уникальности еще. Да, уникальность очень влияет. То есть уникальность, то что, в принципе, не гадальность. Уникальность. Давайте еще какой-нибудь примерчик вам приведу. Сейчас по ведущему, смотри. Пишем вот такой запрос, смотри. Я беру с головы select. Спасибо. 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 короче неважно это уже не важно так в общем здесь пусть будет не компани пусть будет там не знаю что-нибудь не знаю не знаю давай каунтри каунтри не важно не важно это не принципиально в общем мы селектим каунт из индивидуалов джоним к ним вот эту табличку давай напишем не и на джейн так интересно так так давайте ну пример не очень простой но попытаюсь вам его объяснить смотрите у нас есть табличка индивидуалов да соединяем мы ее с вот таким вот подзапросом в котором группируем по компании ид ну тут не важно какая табличка написана просто группировка по компании происходит и соединяем мы тоже по компании ид через лев джой да когда вот эту часть запроса вообще можно не выполнять если я добавлю смотрите если компания ид табличка индивидуал то есть в индивидуале всегда есть компания всегда есть компания смотрите еще разочек давайте каунт не изменится когда вот эти два подзапроса связаны отношением один к одному правильно да или даже один там к нулю не важно здесь у меня лев джой соответственно если в этой табличке вернется либо ноль либо одна строка то каунт от этого никак не изменится да понятно непонятно точно понятно понятно соответственно на этапе построения синтаксического дерева когда мы это будем делать оптимального оптимизатор прикинет эту ситуацию вот здесь он это может понять из запроса ну потому что группай компания всегда вернет нам уникальный компания вот здесь да это всегда будет либо ноль либо одна строка да то есть не может быть нескольких одинаковых из-за группай ну да здесь написал бы дистинг здесь то же самое было да и соответственно если здесь left join если бы inner join он бы обязан был этого делать понятно да потому что он тогда мог вот здесь не вернуть что-то и все если здесь left join он должен вернуть либо ноль либо одну строчку и тогда если каунт он вообще может все выбросить да вопрос зачем мы написали каунт для такого запроса ну в общем разные ситуации бывают это называется такой этап называется join elimination в принципе он тоже там присутствует в общем сначала он будет думать а вообще можно ли что-нибудь избавиться от этого да и уникальность ему здесь очень поможет просто я эту уникальность здесь передал через группай или через дистинг да то есть я ему сказал что слушай вот company id вот в этой вот здесь она вот в этом подзапросе уникальна а если бы у меня был уникальный индекс допустим на какой-нибудь табличке я бы ну просто селектил бы там не знаю из каунтри вводил company id но у него был уникальный индекс что такое уникальный индекс это значит что субэд гарантирует что здесь хранятся только уникальные значения да это значит что если я буду вставлять туда при инсерте то значение которое там уже существует он просто будет падать понятно да то есть в момент выполнения запроса база данных всегда знает что этот индекс уникальный и тогда он может эту информацию использовать совсем по-разному тот же merge join зная про уникальность этих индексов может работать просто двумя разными способами так что еще вернемся к нашему запросу про оптимизатор размер индекс уникальность давайте еще вот такой вопрос приведу множество значения это как бы ну да допустим индивидуал да вот очень простой запрос простейший я выбираю все поля из таблички индивидуал имя у которых Сергей как мы узнали сегодня какие у него могут быть два типа выполнения если у нас есть допустим индекс по имени у нас есть индекс по имени да либо сик либо скан другого не дано либо сик либо скан и вот как он должен сделать выбор какие у него должны быть данные чтобы он понял что вот для имени Сергей это допустим скан ну потому что не знаю у нас здесь 95% Сергеев а для имени там не знаю Эрнест прости Эрнест ну в смысле здесь нет Эрнеста но вдруг это как бы всегда сик потому что там он там всего 2 на миллион да вот что он должен иметь какую информацию какую-то да селективность он должен иметь причем для каждой колонки понятно что эта задачка она невыполнима в принципе да то есть для каждого значения знать сколько у него будет ну вернется из таблички нереально да но каким-то образом оценить сколько вот он по этому фильтру вернет придется да придется и все базы данных так или иначе должны если они претендуют на то что у них неплохой оптимизатор должны эту задачу решить они должны будут оценить сколько они вернут вот здесь значение по Сергею и либо просмотреть все либо сделать фильтр да и вот это нужно будет сделать и вот здесь как раз ну не знаю могу ли я это говорить но она называется статистика то есть нужна какая-то ему статистика селективности уникальности различных вот значений да то есть если я напишу какой-нибудь сейчас вот ну вот допустим если мы заджоним что-нибудь какие-нибудь две таблички хром а и join b да по какому-нибудь ключу аид равняется b id и вот здесь там это все обернем еще во что-нибудь сделаем там еще какой-нибудь select там еще то чтобы оценить сколько строк ему вернется вот здесь да чтобы потом дальше что-нибудь сделать ему нужно будет оценить насколько вот этот вот это значение id уникально насколько он увеличит количество строк из а если заджонит со всеми строками из б это непонятно да ну это так сейчас попытаюсь еще объяснить как-нибудь надо просто на на говорящих примерах тогда будет понятно а и b не работают давайте если с индивидуалами просто если мы обычно join individual индивидуал давайте сейчас посмотрим у нас допустим есть какая-нибудь company 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 members вот у нас есть табличка людей просто из которых мы допустим достаем имя name и есть табличка связи компании людей в компании да то есть допустим человек может работать в компаниях и в каждой компании есть список своих людей и мы их собираем вот здесь соответственно для каждого человека нам вернется столько записей во скольких компаниях он там работает да там не знаю компани если вот это число у нас в принципе есть да это количество строк в индивидуале да там не знаю он его там где-нибудь возьмет то вот сколько он вернет после inner join вот этого в принципе непонятно да потому что он может если это связано не знаю они связаны один к одному то столько же а если один индивидуал в среднем работает там не знаю в 100 компаниях то тогда он умножит это все на 100 в среднем да то есть ему нужно какое-то количество как раз таки понимание уникальности знать и в целом получается вот такой вот не знаю очень очень большой объем информации которую нужно как я уже сказал переварить в довольно быстрое время да то есть нужно быстро построить плюс-минус оптимальный план запросов если это если это простейший запрос то скорее всего это будет просто тривиально а если это более сложный запрос какой-то более сложный тогда это задачка не из простых и довольно тяжело алгоритмическая задачка которая потребует под собой вот анализ вот этого всего и вывод какого-то оптимального способа это подсчитать и задачка оптимизации заключается в том когда оптимизатор поработал построил план а он долго работает да и вот что происходит в этот момент часть людей говорит что вот мою СУБД там не знаю тупит ошибается строит неправильный план и так далее да и но это не очень правильный подход для современных СУБД именно больших да для маленьких это действительно может быть так потому что возможно какой-нибудь простой алгоритм который кажется оптимальным он просто просмотрел или не заметил да человек просто зная взаимосвязь таблиц ему это кажется просто очевидно очевидным вот мой подход в оптимизации всегда такой если бы я вас старался учить нужно стараться ставить себя на место СУБД смотреть что у него в этот момент есть какая у него информация присутствует какие у него есть индексы какой размер таблички какая у него статистика по каким-то колонкам да и в разных СУБД вот эта информация она может разниться там появляются еще настроечки разные там еще что-то и понимать а почему же почему же он сделал именно такой выбор а не другой помогает всегда еще такой вариант когда вы предполагаете что некоторый план выполнения запроса будет работать быстрее чем предложенные некоторые СУБД то есть да всегда можно запуская какой-то запрос потом вывести еще а как же он реально выполнялся да то есть какие физические операции он выполнял со скансы какие индексы использовал там что он делал там и так далее и вот вы смотрите на это дерево обычной операции и пытаетесь представить а где же он поступил не так да где он мог немножко пораньше отфильтровать данные чтобы там не тащить большой кусок может быть он мог использовать хэш здесь анимешь там не что-то еще не сортировать там как-нибудь или что-то как-то вот так вы можете чаще всего либо заставить его выполняться как вы хотите зашить жесткий план либо какими-то подсказками сказать ему что он использовал там тот или иной индекс использовал тот или иной план и посмотреть как это будет с вашим планом работать обычно после этого он начинает работать медленнее потому что ребята которые пишут нормальные субд это умные ребята если они эту проблему решали уже много раз и для большинства задач если вы построите нормальные индексы вам об этом не нужно будет думать и практически никто об этом не думает и заканчивается все на том что вы увидите скан ну давайте индекс построим ну еще один скан ну давайте еще а вот если вы все построили а все равно что работает медленно то это начинается как раз с задачкой оптимизации надо что-то делать с этим не знаю я ответил ли я на все вопросы оптимизации очевидно нет я скорее поставил проблему я бы так сказал конкретные решения всегда находятся на стыке конкретных технологий и вашего желания и понимания того как конкретная вот среда где вы это работаете работает да и вот почему он делает так но я всегда бы советовал вам действовать таким способом что вы бы запускали запрос который по вашему мнению работает медленнее чем вы бы его ожидали видеть смотрели на план выполнения запроса там не знаю explain запускали какие-то профайлы запускали которые показывали планы выполнения запроса и смотрели почему он он ошибаются ошибаться то есть он где-то ошибся там статистике что-то оценил возможно неправильно что-то там еще как-то возможно что-то там не знаю возможно у вас какого-то индекса просто не хватает ему нужно сканить а если он один раз просканил одну большую табличку то чтобы ее там сосоединить ему нужно только хэш ну и в общем так далее и тому подобное вариантов бывает масса на самом деле и в каждой субэд есть прямо там гуру которые познали какой-то дзем на том чтобы научиться настраивать их базы данных так чтобы они работали быстро вот так есть какие-нибудь у нас вопросы как вот like допустим по каким-то текстовым полям там name like там серг там какие-то другие индексы по-моему я не могу сказать за все базы но в принципе like да когда мы пишем так like во-первых если мы напишем like вот так там процент начали вот так с двух сторон не поможет это всегда скан да то есть даже если там не знаю это name если вы там по name like идти но у вас с двух сторон проценты то ничего не ничего не можешь сделать как просмотреть все значения реально если единственное как вы можете ему помочь сделать like который вот такой вот префикс то и для таких колонок которые начинаются со стрингов он там поддерживает дополнительную структуру чтобы как-то вот этот лайк обеспечивать но это тоже очень специфик все в принципе это отдельный тип фильтра да и с ним тяжело он обычно тяжелый просто не очень простой потому что на самом деле нет проблемы ну реально если у тебя запрос если у вас запрос вот такого типа если вы смогли свести вашу задачу к такому типу как select from v вот такому просто ну там не знаю даже группа напишите здесь не важно у вас скорее всего нет проблем в производительности практически никогда да вот именно на уровне запроса но у вас может быть что у вас может быть очень большая эта табличка да вы можете вас может не хватать какого-то индекса по какому-то полю но не так много реально то есть там это скорее всего всегда будет работать быстро даже если ты здесь напишешь лайк ну там отработает тебя там более-менее проблема на самом деле если ты потом вот это вот обернешь что-нибудь да начнешь еще там джонить джонить чем-то и вот у него это уникальный индекс вернется одна строка да а здесь я заджонил еще не знаю с какими-то с какими-то компаниями а что происходит при этом если он подумал что здесь вернулась одна строка да а потом ты джонишь он такой думает не ну если здесь одна строка я джоню ну так наистит луп не быстрее всего правильно потому что он у нас превращается там практически в линию да то есть зависит от размера компании а здесь он ошибся и вместо одной строки на самом деле возвращается миллион то у вас как бы ваши линии превращается в огромный огромный квадрат там да уже в ужасный и все как бы и все и вот с этим как раз приходится бороться иногда именно с оценками да то есть так он скорее всего отработает но вот как вот он оценит количество строк вот из этого под запросом допустим да чтобы дальше его передать который влияет на дальнейшие операции точно так же это очень важно и вам придется его как-то убеждать что слушай парень здесь не одна строка на самом деле а много не знаю как только индекс создать возможно возможно там еще что-нибудь сделать либо выделить это не в под запрос а в какую-нибудь табличку положить во временную тогда он подумает там вытащил-то в табличку он подумает сразу ну то есть посчитать отдельно грубо говоря посмотрит такой думает а так здесь там 5000 строк на самом деле там миллион ну тогда никакого там носит лупа это хеш да ну то есть из нал из над нал тот же принцип что и с прочими проектами поедет да тот же принцип в принципе ничего там не меняется это просто встроено обычно все что еще ребят что вам еще рассказать ну то есть объективно я про не знаю но скорее всего он должен где-то хранить никак по-другому он не может считать ну что я могу сказать ребят тема оптимизации она настолько глубока и широка что это вольготная тема для многих и трюков и хаков здесь достаточно но мне кажется важно понимать базовые принципы именно вам сейчас приходя уже основываясь на базе приходя в какое-то конкретное место всегда можно будет наработать какой-то конкретный реальный опыт да а базовые принципы они довольно простые есть базовые операции соединения и они обладают определенными свойствами да и вот все дальше как-то так как-то так у меня больше нет такой информации большой для вас поэтому я готов ответить на любой вопрос если есть в принципе я всегда готов ответить на вопросы даже если они сейчас не возникнут возник на следующий раз все тогда спасибо 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 Продолжение следует...